Всем привет, меня зовут Оля, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас макияж, используя продукты бренда Revolution, Revolution Pro. И, конечно, меня больше всего интересовала новая палетка, которая вышла у Revolution с закосом нашей работы Тилури. Мы все с вами попробуем и все с вами обсудим. Давайте начинать край. Начинаем мы с вами как обычно с лица, у меня тонн оттенки F3, я не знаю подойдет, не подойдет, потому что опять выбирала в интернете. Здесь очень странная штука, тон воняет, очень сильно воняет. Оттенок мне определенно светлый, при том порядком светлый, но будем надеяться, что он, конечно, подокислится, но ладно, наносим, наносим дальше. Тон определенно не моего оттенка, он где-то на тон, даже, возможно, на два ниже. И вот прям совсем не мое, но мне нравится то, как он ложится, обсудим в конце там покрытие и так далее. Давайте переходить дальше, у нас с вами есть два консилера. Один это типа аналог Бекки, знаменитый консилер от Бекки, розовенький, которым можно хорошо перекрывать синячки. Я не пробовала консилер от Бекки, сразу же говорю, у меня его нету и возможности попробовать у меня его не было, к сожалению. Поэтому мы в зоне потемнений попробуем этот консилер, но также у нас с вами есть вот такой консилер, так сказать, он не консилер. Но тоже оттенок, походу, я взяла слишком светлый, оттенок light. Будем, не знаю, даже высветлять тут, собственно говоря, нечего, потому что тон очень светлый. Ладно, сейчас посмотрим. После нанесения этого консилера, до нанесения консилера, да, этот продукт немножко перекрывает синячок, сказать вам, что он прям супер синяклиментированный. Если честно, я не могу пометать, у него прям не супер ванну, но он интересный по текстуре. Давайте пробовать с вами наносить консилер. Консилер очень популярный, как в принципе и тон, он прям бестселлер у бренда. Здесь есть помпа. Помпа, которая кушает очень много продукта, ну ладно, на сегодня, так скажем, ладно. Консилер вообще-то неплохой, он легкий, с световозвращающими частицами, то есть, ну, как многие любят, так сказать, но он ничего не прикрывает. Из нюансов. Когда я начала доставать продукт, там сверху было какое-то масло, поэтому пришлось достать вот это масло вначале, и потом только прошел нормальный продукт. Нужно это учитывать, то есть, первый раз лучше просто снять обрукную часть продукта, чтобы это масло сошло. У нас с вами есть еще два жидких продукта для лица. Это румяна и это хайлайтер. Будем пробовать ом, потом уже будем переходить к пудровым продуктам. У румяна тоже есть такая помпочка, которую я не люблю. Просто очень продукта много уходит. Для кого-то еще важно то, что здесь эту помпу не помыть, если это для себя, в принципе, фиг с ним, простите за выражение. Но если вы красите других, конечно, лучше эту помпу убрать. Ну и плюс она очень-очень много кушает продукта. Приносить я буду через руку. Оттенок очень красивый, очень красивый. Вообще это похоже на хайлайтер на самом-то деле, говоря откровенно. Можно использовать его в качестве хайлайтера. Здесь очень классная застежка, замочек, как у Кика, как у хайлайтера. Цвет красивый, очень классно распределяется продукт. Претензий нету по оттенку, даже чем-то худо напомню. Но худо, конечно, будет не такая световозвращающая. Не такая яркость будет, чуть лучше сливаться. Не сливается с кожей, она просто будет чуть ближе к коже. Вообще неплохо, очень даже. И хайлайтер. Хайлайтер... Вообще практически база не видна. Здесь есть розовые блестки, но, как таковое, они без базы. Отлично сливаются с кожей. Прекрасно тушуются, прекрасно переносятся. Но это легкий хайлайтер. Он вам даст мягкое подсвечивание, но никак не вырвиглазное. Пудра у нас тоже будет бестселлер с вами от Revolution. У меня в оттенке Lace. Здесь 32 грамма продукта. Мне пудра определенно понравилась, хочу я вам сказать. Она сблюревает поры. Здесь есть вот такая вот крышечка. То есть вы можете закрыть продукт. Либо же вы можете отодрать вот здесь вот сверху. И тогда высыпать частично продукт. Но, если честно, я этого делать не буду. Чтобы у меня не было все заляпано. Поэтому я буду просто доставать эту крышечку. Пудра мягкая, пудра мелкая. И она обалденно блюрит поры. И это скорее эффект матовости. То есть если у вас жирная кожа, я бы, наверное, взяла ее. Для бюджетной пудры это выглядит очень безбожно хорошо. Очень безбожно. Правда, очень круто. Неудобно, конечно, то, что крышечка маленькая. Поэтому я брала другую пудру. И просто на зеркале вырабатывала продукт в кисточку. Мне нравится. Мне очень нравится в утро. Ну, а теперь самое сладкое, к чему мы с вами переходим. Это палетка Revolution. Которая у нас, здравствуйте, копия Шарлотты Тилбери. Здесь у нас есть и продукты для глаз. Здесь у нас есть продукт для лица. Начнем с вами с бронзера, наконец-то. Потому что лицо очень белое. Очень белое. Также мы попробуем этот хайлайтер. То есть, с одной стороны, я на 100 и этот вот хайлайтер вам покажу. С другой стороны, я вам еще один хайлайтер покажу красивенький. Потом мы, конечно, смешаем. И к итогу у нас будет три хайлайтера на лице. Но ничего страшного. Мы в любом случае увидели эффект от кремового хайлайтера. И мне он нравится. Он более чем нравится. Так, ну что, наносим бронзер. Потом сверху румяна. И все. И по делу пойдем. Слишком сильно пигментированный. Вот прям очень сильно пигментированный. Я буду переносить через руку. Ладно. Бывает. Ничего страшного. И сильно, конечно, рыжая оттенок. Прям очень сильно рыжая. Очень рыжая оттенок. Прям очень сильно. И смотрите, насколько он пигментированный. Я снимала обруку, чтобы не переборщить. И чтобы не перестараться. Учитывая то, что тон у нас еще слишком светлый. Поэтому этот рыжий оттенок очень сильно заметен. Если бы у меня тон был цвет моей кожи. Но мне бы этот бронзер смотрелось, конечно, лучше. Так он, видите, отдает рыжесть. Поэтому никакого нейтрального, прохладного. Ну, прохладного вообще никак. Слишком сильно рыжий. Теплый подтон либо загар. Потому что иначе выглядит не очень. Наносим с вами румяшки. И хайлайтер. Наносим с двух сторон разный хайлайтер. Я показываю эффект. И потом смешиваем все это счастье. Давайте начнем с хайлайтера из палетки. Он достаточно темный. Хочу сразу предупредить. Но у него великолепный помол. И он скорее какой-то кремовый что ли. То есть полусухой, полукремовый. Опять-таки, если бы с тоном я угадала, скорее всего он бы выглядел хорошо. Но так как я с тоном не очень угадала, он будет заметен. Ладно, наносим. Пробуем что ли. Как говорится, что обсуждать надо делать. Хотя все равно неплохо. Хайлайтер получает бесспорный лайк. Его не видно особо. База не видна на коже. Хорошо сливается. Очень хорошо сливается хайлайтер. В принципе оттенок. Пусть несмотря на то, что он немножечко темноват. Оттенок хороший. И со второй стороны давайте нанесем красоту. Красотулечку. У меня оттенок Just My Type. Тоже хорошо. Не видно особо базы. Отворачиваюсь. База не видно. Поворачиваюсь. База видна. Здесь оттенок чуть более теплый. И он больше подойдет на загар. Здесь оттенок чуть-чуть попрохладнее. Скорее холодное шампанское. Я бы так сказала. Он не белесый. Здесь нет серого подтона. Но на загар будет выглядеть беловато. То есть я бы для себя немножечко взяла оттенок все-таки потеплее. Но в целом вообще-то выглядит симпатично. Этот оттенок вот прям супер классный загарный. По качеству представитель нету. Потому что они хорошо сливаются с кожей. И они без базы. Переходим к глазам. У нас есть один светлый оттенок. Один оттенок типа складки век. Если честно, этот оттенок это формула по факту хайлайтер. То есть можно взаимозаменяемые оттенки, так сказать. Что по ощущению, что по цвету. Они очень-очень схожи. Разница есть. Но она, конечно, прям супер минимальная. Один чуть более розовый. Второй чуть более золотой. Но на глазах, если честно, будет особо не видно. И один спарклый оттенок. Что делать будем? Шо будем рубыты? В общем, складка века. Сейчас мне этот светлый оттенок не нужен. На все подвижное веко мы нанесем сатина-блестку. И, конечно же, приправим ее спарклым оттенком. Аккуратно, когда наносится сатина на все подвижное веко. Особенно во внешнем уголке. И вот сюда вот прям сатина не наносите. Это все сильно подчеркивает текстуру. Да. Давайте как-то так. Бронзером, возможно, чуть-чуть подзатемним хотя бы внешний угол. Потому что... Ой, господи, как мы супим сильно. Потому что вот этот вот оттенок, он, конечно, гораздо сильнее, чем бронзером. Давайте пробовать. Пройдемся светлым оттенком под бровью. И чуть-чуть подзакрепим то, что у нас тут с вами начало подскатываться. Наберу немножечко бронзера и добавлю его все-таки во внешний угол. Минимально. Просто для того, чтобы подзатемнить. Хотя такими тантами можно было добавлять этот же оттенок. Что очень схоже, конечно, на глазах выглядит. На все подвижное веко, включая внутренний уголочек, мы с вами наносим вот этот сатин. Ну и на серединку, на яблочко наносим спаркл. Пробуем его тоже набрать кисточкой, чем черт не суть. Какие-то отдельные блестки, конечно, набираются, но не очень много. Спаркл симпатичный. Спаркл получает определенный лайк и он все-таки набирается на кисточку. Так, по факту у нас плюс-минус все. Я сейчас нарисую коричневую стрелочку, реснички и перейдем к губам. Прокрашиваем последнюю часть балета. Карандаш и балета для губ. То есть у нас сегодня все прям очень-очень лайтово. Мне безопорно нравится спаркл. Он выглядит очень красиво на глазах, прям переливается. За спаркл они получают отдельное спасибо и отдельный лайк. Ладно, наносим карандаш. Карандаш барби-розовый, к сожалению. Я думала, он не будет таким розовым. Перебор. Перебор по барби-розовому, по-любому. И блеск у меня в оттенке Glimmer. Это что-то вроде аналога закоса на Fenty Beauty. Тут даже аппликатор схож, в общем-то. Давайте наносить, но сияет он просто великолепно. Блеск мне не нравится. Он правда выглядит красиво, но эффект... Сейчас покажу поближе. Нет. Определенно нет. Хочу обратить внимание на мою руку. Сейчас я еще раз вас обновлю. Это я все снимала излишки продуктов. Очень... Во-первых, сильновато пигментированные. Выше среднего пигментации. А во-вторых, что тени, что бронзер, что румяна немножечко подпыливают. Господи, мне не нравится этот блеск. Это очень некомфортно. Прям совсем липкий. Ладно, давайте с вами поболтаем про все про это. И говорим, что понравилось, что не понравилось. Поболтаем по поводу продуктов, которые мы с вами уже попробовали. Я сижу уже с макияжем час. И начали вылазить нюансы. Вот здесь вот у меня есть небольшой участок сокности. Возле рта. Не знаю откуда. Без понятия. И у меня вот здесь слез то ли тон, то ли пудра как-то начала себя странно вести. И есть очень некрасивый участок. Вы его увидите поближе. Начнем мы наше обсуждение с тоном. Сказать, что он мне не понравился, я не могу. Но у него есть свои нюансы и проблемки. Первый нюанс. Самый главный нюанс. Очень странная, конечно, упаковка. Вот эта вот жуля странная. Она вроде неплохо продукты набирает. Но по итогу, для того, чтобы полностью перекрыть лицо, нужно постоянно слезать в эту упаковку. Это просто неудобно. Второй нюанс, который мне очень не нравится, это запах. Запах производства. Притом яркий, насыщенный запах производства. Теперь поговорим про плюсы. В принципе, из минусов это все. Ну, здесь часто, правда, странно выглядит сейчас. Ну, ладно, ладно. Сошлемся на то, что я плохо здесь увлажнила кожу. Покрытие у продукта от среднего до полного. Притом он ближе к полному. Легко наслаивается, легко переносится, не залипает особо, не полосит. По нанесению никаких нюансов нет. Подойдет на нормальную-комбинированную жирную кожу. Потому что продукт такой цыплючий. И, в принципе, он немножечко подсушивает. Как показала реальность и как показала практика. Может быть, если у вас, ну, прям супер жирная кожа, конечно, придется хорошо припудрить. Но должен держаться. На сухую кожу и на кожу, склонную к сухости, я бы не посоветовала. Вы его нанесете, но, скорее всего, в течение дня продукт начнет выпендриваться, показывает шелушение. Огроменная линейка цветов. То есть, я взяла третий. При этом есть половинчатые оттенки. И он все равно для меня достаточно светловат. Мы, конечно, немного исправили ситуацию с бронзером. Но, как вы видели, при нанесении он был очень светлый. Окисляется где-то на, не знаю, на четверть, скорее, тона. Он не сильно окисляется. В принципе, оттенок таким остается. Есть нюансы, но эти нюансы, в принципе, поправимы. Первый контейнер, который мы с вами попробовали, это типа закос на беку. Беки у меня нету, поэтому сравнить я не могу. Ни по плотности, ни по пигментации, ни почему. Поэтому обсуждаем просто продукт. По факту, это корректор. Это не просто консилер, это корректор, цветовой корректор. Благодаря этому оттенку вы можете перекрыть синеватые какие-то оттенки в коже. И, в принципе, синеватый даже зеленоватый, ближе к зелененьким. И это действительно освежит зону под глазами, просто потому что это сработает как корректор. Пигментация у него не очень большая, даже ниже средней, я бы так сказала. Интересная формула. Она какая-то полувосковая, полумуссовая. Но этот продукт нельзя будет наслоить особо, потому что здесь силикона как такового нету. Интересная текстура. В принципе, продукт мне понравился. Если какие-то легкие нюансы кожи, он справится и он, в принципе, перекроет. Дальше. Второй тип консилера тоже весьма. Если вы любительница легких консилеров, если вы любительница подсвечивающих консилеров, то он вам понравится. Он вам очень и очень понравится. Оттенок, в принципе, неплохой. Я взяла оттенок light. Еще раз напомню, что когда вы начинаете его выкручивать, дайте выйти окончательно маслу, потому что продукт может расслоиться. И когда он только приходит, видно, что немножечко там отслоировалось масло. Нужно это масло достать и потом испробовать и наносить нормальный консилер. Пигментация у него очень легкая, прям суперлегкая, подсвечивающая. Хорошо наносится, хорошо переносится. Конечно, если у вас есть какие-то серьезные проблемы под глазами, этот консилер вам ничем не поможет. Он только процветит вашу проблему. Это для случая, если у вас сухая кожа, нет серьезных проблем. И, в принципе, вам нравится такой эффект. Мне продукт понравился, потому что он прекрасно наносится, прекрасно распределяется. Никаких проблем я не увидела. Да, вполне себе. Следующие продукты для лица это персиковые румяна и хайлайтеры. В принципе, вполне себе из нюансов. Как и в консилере, забыла про это сказать, здесь есть вот эта дурацкая помпочка, которая в первую очередь забирает очень много продукта. Если вы не хотите выкидывать продукт некуда, то лучше достаньте ее. Ну и плюс вы не можете ее помыть, почистить. Если для себя и вам удобно, то, пожалуйста, просто имейте в виду, что очень много продукта всегда остается в этой жулечке. И вы просто выкидываете часть продукта. Говоря про румяна. Хорошие пигментированные румяна. Оттенок, конечно, все-таки немножко чекарно странноват. Их можно использовать в качестве хайлайтера. Если вам нужно, просто подобрать другой, например, оттенок. Хотя, в принципе, этот оттенок неплох, если вы девочка загоревшая или же темненькая. Мне понравились. Хорошо тушуются. Никаких нареканий нет. Пигментация средняя. Прекрасный продукт. Дальше. Хайлайтер. Хайлайтер для любителей живой, живой, влоснящейся кожи. Потому что это не самый сильный хайлайтер в вашей жизни. Это будет не вырвиглазный хайлайтер. Это живая кожа. Все. Точка. Хайлайтер розовый, но он без базы как таковой. И видны отдельные розовые частицы, но базы не видно. Прекрасно тушуются, прекрасно переносятся. Сравнивая, например, с кикок. Кикок будет даже чуть более пигментированным и чуть более ярким, насыщенным. Тоже есть наша проблемная с вами жуля, которая кушает продукт. Продукт вполне себе неплох и достоин внимания. Прекрасная пудра. Не очень дорогая. 32 грамма. Великолепный продукт. Слегка, даже не слегка, хорошо подблюривает поры. Дает эффект мотируемости. Соответственно, я бы на сухую кожу не стала наносить. Либо исключительно на Т-зону. И будьте, пожалуйста, аккуратны. 100% для комби жирной кожи. Понравится, потому что продукт хороший. Не тяжелый. То есть пудра, когда вы ее открываете, она летит, в принципе, наверх, как и должно быть. Хорошо распределяется. Ее не видно на лице. Великолепный продукт. Правда, очень крутая бюджетная пудра. Даже лучше некоторых пудр от Catrice, я бы сказала. Мне понравилась. 100% да. Однушка хайлайтер. Очень хороший хайлайтер. Хочу вам сказать, он очень мягкий. И, по-моему, прекрасно переносится. Прекрасно тушуется. Без базы, как таковой. Оттенок может быть светловат на загар. Но, в принципе, неплохо. Я бы его даже попробовала на светленьких девочках. На девочек светленьких. Потому что это скорее оттенок шампанского. Но чуть-чуть светлее оттенка шампанского. Великолепный продукт. Да. Тоже 100% да. Давайте поговорим про губы. И потом перейдем к палетке для литя и теней. Потому что там надо постравнивать и поговорить еще про Шарлоту и про Catrice. Карандаш. Карандаш хороший. Оттенок, правда, не очень все-таки понравился. Я думала, он будет не такой насыщенно-розовый. Во всяком случае, на свочек он таким не казался. Оттенок очень яркий. Прям супер яркий. Мягкий, пигментированный. Прекрасно переносится. Особых проблем нет. И стойкий, потому что это гелевый карандаш. Карандаш, да. Блеск нет. Очень красивый оттенок. Великолепно выглядит на свочек. Но мне не нравится, как он выглядит на губах. Вернее, мне не нравится то, что губы начинают слипаться. При этом я напомню, что я нанесла вот всего лишь одну вот такую вот штучку и все. Кстати, блеск обладает вот этим вот эффектом знаменитым, который есть у Vivienne Sabo. То, что когда вы его достаете, часть продукта как будто, как это назвать, магнетизируется в коробочке. Очень прикольно, конечно, это выглядит. Но мне не понравилось, как он выглядит на губах. Мне не нравится вот эффект липкости. Да, его можно нанести совсем чуть-чуть, тогда будет окей. И по факту вот спустя час после нанесения выглядит окей. Но есть еще один нюанс. Блеск растворил помаду. Ну, не помаду, а карандаш. То есть, ну, такое себе. Это точно не аналог Fenty, потому что не раз слышала, что это аналог Fenty. Это будет похуже, чем Maybelline. Maybelline будет гораздо, гораздо лучше. Здесь есть привкус карамели такой же. Очень красиво блестит, но мне не нравится эффект на губах. Теперь поговорим про палетку для лица и для глаз и для всего. Как вы понимаете, это закос, не аналог, а именно закос на палетку от Charlotte Tilbury. В чем есть нюансы и проблемы. Даже сразу будет видно, что с оттенками они, конечно, не угадали. Они даже попытались повторить Sparkle. Sparkle это единственное, наверное, что мне больше всего понравилось в этой палетке. Вот все, повторили, только пудру, конечно, не положили. Это нюанс. Также, также недавно выходил похожий аналог от Catrice. И тут такая ситуация, что бронзер Catrice мне нравится гораздо больше. И он будет гораздо ближе к оригиналу, к Charlotte, чем у Revolution. И здесь палетка тяжелее и качественнее, чем в Revolution, да. Давайте пройдемся немножечко. Бронзер слишком рыжий. Он вот прям слишком рыжий. И учитывая то, что я сегодня не угадала с цветом тона, эта рыжесть, она видна и при том вблизи очень и очень заметна. Если как бы кажется, что все ок, но вблизи вы сами видели, как продукт набирался. Пигментации многовато. Вот прям действительно многовато. Приходилось продукт убирать об руку, потому что набиралось слишком много продукта. Продукт немного подпыливает. В принципе, как и румяна, в принципе, как и тени. Тушуется без проблем. Главное его нанести небольшое количество. То есть набрали на кисточку, сняли об руку. И тогда никаких нюансов не будет. Но оттенок рыжий. Оттенок очень сильно рыжий. Румяна хороший, красивый цвет. Такой мягкий, прям персика розовый. Ближе в розовый уходит. Персика не очень много. Но они очень красивые. Тоже хорошо тушуются. С набором тоже есть небольшой нюанс. То есть лучше снять об руку, потому что многовато пигменты. И много продуктов набирается на кисть. Бывает, конечно, хуже. Бывает больше. Но стоит учитывать, если вы хотите получить легкое красивое нанесение. Элайтер мне, в принципе, понравился. Единственное, что оттенок будет темноват для многих. И будет смотреться лучше всего на загаре. Либо если вы тепленькая. Очень красивый. Сильно текстуру какую-то не подчеркивают. Он скорее кремовый. То есть он ближе к крему, чем к чему-то сухому. Правда, очень красиво. Но могут быть нюансы с набором. Потому что он как будто начинает немножечко замыливаться. По оттенку он чем-то похож на сатин из этой же палетки. Да, стопроцентное да. И вот сравнивая с однушкой. Вот по яркости они приблизительно одинаковые. Даже, наверное, однушка будет поярче. Если вы хотите ярко нанести хайлайтер. Наносите его на влажную кожу. Тогда будет ядь вот прямо из космоса. Если хотите нанести тоньше. Если хотите получить легкий живой блеск. То тогда наносите на пудру. И главную кисточку еще правильно подберите. Чем пушистее кисточка, тем будет меньше наноситься. Чем более набитная, тем больше и плотнее будет наноситься продукт. Переходим к глазам. Ну, белый оттенок окей. Я обычно ему выстраиваю форму, направление. Поэтому он у меня зачастую в последнее время в ходу. Плюс им можно что-то подмешивать и растушевывать. Нюансы матовых оттенков. Они пылят. Потом они очень сильно пылят. Хотя по пигментации особых проблем нету. Как нету? Здесь пигментация ниже средней. Но вот как вариант палетки на каждый день будет огунек. Два оттенка. То есть бронзер и оттенок румяна. Оттенок тени. Правда схожи. Особенно если вы их начинаете тушевать рядом. Вот прям они один в один. То есть тушевывается. Единственное, что здесь конечно будет меньше рыжинки. Но все равно оттенок теплый. Хорошо в принципе тушуется. Не залипает. Про пигментацию уже сказала. Говоря про ксетиновый оттенок. Плохо набирается на кисточку. Ну да. Плоховато. Может немножечко замыливаться. В принципе как и хайлайтер. Потому что это по факту на и та же форму. То есть можно оттенок использовать в качестве хайлайтера. К сожалению подчеркивает текстуру века. Притом очень сильно подчеркивает текстуру века. В сравнении например с той же Шарлотты. У нее тоже здесь есть оттенок. Здесь оттенок гораздо мягче. Помол меньше. И меньше подчеркнута текстура. То есть формула они не повторили. Это 100%. Но выглядит в принципе неплохо. Ну и последняя оттенок. Который мне больше всего понравился в палетке. Это спаркл. Он выглядит безбожно красиво на глаза. И в принципе в палетке он выглядит очень и очень красиво. Набирается на кисточку. Не на любую. Но все таки набирается. Можно нанести его и пальцем. Прекрасно цеплючий. Когда вы переносите на глаза. Никаких проблем нет. Продукт не отваливается. Вот сравнивая например палетку Catrice и Revolution. Я бы забрала из палетки Catrice бронзер. Это 100%. Из палетки Revolution. Хотя в принципе в Revolution и в Catrice оттенок румян схож. Персика розовая. Единственное что в Revolution он будет чуть более яркий. Чуть более насыщенный. Хайлайтеры. Они кстати очень чем-то вам напоминают друг друга эти хайлайтеры. Только оттенки разные. Оба такие по хорошим помолам. И слегка кремовый. Даже знаете Revolution будет мягче. Если честно Revolution будет мягче. А катерет будет чуть более яркий. Чуть более пигментированно насыщенный. Является ли это полноценным аналогом Шарлотты. В большом сожалению нет. Потому что и по цветам тут не попадание. И по формуле не попадание. Но если вы хотите классный спаркл. Да. Очень красивый спаркл. Если вас не смущают нюансы этой палетки. То берите. Она правда неплохая за свои деньги. Она весьма неплохая. Но вот меньше всего мне понравился оттенок бронзера. Пожалуй. На многих он будет смотреться очень и очень рыжим. Напишите пожалуйста в комментариях. Как вам продукты которые мы сегодня попробовали. Что вас заинтересовало. Что нет возможно. Даже вероятнее всего. Некоторые продукты вы уже пробовали. И может быть вы пробовали этот тон. Как он вам. Напишите пожалуйста. Давайте сейчас мы с вами посмотрим вечернее включение. Может у меня на что-то мнение поменялось. 13 часов. И давайте поболтаем. Сразу же хочу сказать. Тон мне абсолютно не нравится. Тон ведет себя некрасиво. На сухих участках я вам уже показывала. Все то же самое продолжается. Притом кругом. Даже на щеках уже на какая-то странная текстура. То есть тон отслоился от кожи. И это выглядит ужасно если честно. Не знаю. По-моему это плохо. Это очень плохо. Глаза. Вот по глазам никаких претензий нет. Блестки не осыпались. Даже практически не скатались. Все клево. Все классно. Нету претензий по бронзеру, румяным скульптору, хайлайтеру. Вот поэтому нету претензий. То есть основной проблемой является у нас с вами тон. Пудра вроде как бы неплоха. И зону под глазами неплохо держит на мой взгляд. То есть я не думаю что эта пудра вызвала такой эффект. Я ставлю все таки на тон. Еще хочу сказать опять про блеск для губ. Я его еще раз намазала на себя. И такой же результат. Я немного наносила продукта. И все равно вот эффект липкости, эффект того, что продукт начинает куда-то внутрь скатываться. И мне не нравится. Как бы все ок. Все ок. Из того, что мы попробовали кроме двух продуктов. Тона и блеска для губ. Все остальное нормально. Надеюсь видео вам понравилось. Вы нашли его полезным. Если да, не забывайте пожалуйста ставить пальчик вверх. Подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего солнечного дня. И отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok